Сегодня конфликт между Филиппом Киркоровым и телережиссером Мариной Яблоковой, грозивший перерасти в шумное судебное разбирательство, все-таки разрешился полюбовно. Глубокой ночью после длительных и трудных переговоров стороны подписали мировое соглашение. По его словам адвокаты назвали строго конфиденциальными, но потом все же проговорились, что от денежной компенсации Яблокова отказалась, а защитники певца согласились не обнародовать видеозапись, которая по их словам подтверждала, что Киркорова оклеветали. Андрей Григорьев о финале скандала. Бил или не бил, главный вопрос так и остался без ответа, но получается теперь он уже не так важен. Сегодня стороны заключили мировое соглашение и претензий друг к другу больше не имеют. Сами участники нашумевшего конфликта на предварительные слушания не явились, но адвокаты Марины Яблокова и Филиппа Киркорова из здания Пресненского районного суда вышли вместе, чтобы объявить. Спор наконец урегулирован. Всем привет от Филиппа. Только что разговаривали с ним. Очень доволен. Очень рад, что все так мирно заканчивается и практически закончилось. Столкновение популярного российского исполнителя Филиппа Киркорова с телевизионным режиссером Мариной Яблоковой произошло на репетиции премии «Золотой граммофон». По версии Яблоковой, певец, которому не понравилось освещение в зале, оскорбил и избил ее. Защитники режиссера требовали привлечь обидчика к уголовной ответственности. Киркоров уверял, что это клевета, но тем не менее принес свои извинения. И по сообщениям его адвокатов за то, чтобы уладить дело, готов был заплатить 10 миллионов рублей. Марина отказалась от денег. Александр Ильич, хотел бы обратить внимание, что все-таки условия договора являются конфиденциальными. И не поддавайтесь на провокацию. Своей стороны, я хочу подтвердить, что действительно соглашение заключено. Дело закончено миром. Изначально и те, и другие ссылались на некую видеозапись инцидента. И каждый рассказывал, что кадры подтверждают именно его правоту. Пленка уже стала адвокатской тайной. Она, в отличие от рукописи, которые не горят, она горит. И вообще, ее похоронили с почестями вчера вечером. Текст соглашения держится в тайне. Этот факт у многих вызывает опасение, что сделка все-таки может сорваться. Окончательное примирение должно состояться 22 декабря. На эту дату суд назначил следующее заседание. Предполагается, что на нем стороны подпишут все необходимые документы. И только после этого дело будет считаться юридически завершенным. Андрей Григорьев, Елена Светикова и Павел Платонов. Телекомпания НТВ, Москва.